Итак, ребята, всем привет! Мы продолжаем прохождение Hand of Fate И я еще, оказывается, забыл активировать одно дополнение для игры, которое добавляет несколько карт И, соответственно, как я это сделал в меню, у нас появилась новая фишка, давайте ее откроем Ага, окей Ну, это клобуда какая-то Ясно, капюшоны Да, они находятся, сейчас я покажу где, то есть Просто раньше-то я либо не обратил внимания, либо что Через главное меню есть вкладка дополнительный контент Вот, у меня там появилось изображение, что есть что-то новое Я такой думаю, ничего себе, что же там новое могло быть Зашел и увидел, что есть... О, да, вот такая вот была Вылез вот этот чувачок с листочком новое Он здесь показывает активированные И вот в ученике дилера, но он почему-то предлагает мне снова получить Вот он активируется у меня Странно Не знаю, может нужно полностью перезапустить игру Ну, погнали Ладно, это все Нюанс на самом деле Нам эти карты Особенно визуальные Вообще нафиг не нужны И ты мне снова ее даешь Ну ладно Так, и отправимся мы сейчас в... Чем дольше вы будете играть, тем больше возможностей откроется перед вами Если вы зайдете в тупик или столкнетесь со сложной ситуацией Остановитесь и посмотрите на расклад карт Новые карты дадут возможности, о которых прежде не думали Давайте пойдем к Верховной Жрице Как всегда, я доверюсь рекомендованной колоде Угу, погнали И вновь вокруг вас Жрицы и Религия Какая досада Аж две фишки Интересно Сначала положено переговоры от имени Империи Посмотрим, чем закончится эта история Малаклипс каким-то образом убедила вас отправиться на Дальний Север с дипломатической миссией Я обычно избегаю работы на Империю Но, так как конкретно это задание уводит меня как можно дальше от нее Я сделал исключение Я отплачу свой долг генералу Брандстрому И это откроет для меня многие двери Что скажешь? Так, как я могу помочь? Как тебе известно, у меня много талантов Но владение оружием к их числу не принадлежит Я вряд ли справлюсь с налетчиками-северянами Не знаю Никого, кто подошел бы для этого задания лучше тебя Так Предводитель налетчиков У них много разных кланов Но считается, что над ними всеми стоит Верховная Жрица Она живет там наверху Малаклипс указывает на вершину, возвышающуюся перед вами горы Так Давай чуть больше про эту миссию Генерал Брандстром наказал мне возвращаться Пока я не поговорю с Верховной Жрицей Севера И не предложу ей условия перемирия Объясняет он Ну окей, погнали Отлично Не забудьте взять свой меч А разговоры предоставь мне Говорит Малаклипс Я взял с собой достаточно припасов Так что когда проголодаемся Можем устроить бивак Пять припасов? Это ты взял много? Ооо А ты не шутишь, я смотрю Как только вы начинаете свое приключение Малаклипс делится с вами интересной информацией Верховной Жрице очень нравится благословение У нас будет больше шансов склонить ее на нашу сторону Если решить, что мы в основном ты этого достойны Ага, собрать до встречи с Верховной Жрицей не менее шести благословений Ага, вон у нас карта благословений Вы стискиваете зубы и начинаете восхождение Да, пока у нас ноль их Нас все ждет урок осторожности Настоящая дикая природа не потерпит неистовства в своих владениях Кроме своего собственного А, на высокой горе сквозь В югу виднеется фигура человека Вы едва различаете его утробный голос Кто осмелился спуститься на священную землю нашей Жрицы? С ловкостью горных козлов По склону спускаются налетчики с оружием в руках Я надеялся, что будет какая-то проверка на очки Избежим мы этой лавины или нет А на нас, оказывается, просто напали Кто боится, Венчер? Снимай нас в чудесных балаклипсах И ассистент Не смог увернуться А, ну меня эта штука спасла Да, поэтому... О, я его даже выкинул Вали отсюда, скотина С него, кстати, шлем еще, как я вижу, падает То есть тут физика не только у оружия появилась Но и у элементов одежды Бить зимы Давайте бить зимы Ой, я не прочитал, черт Ну ладно Назад костям Надеюсь, вы научились семье повелевать Блин, скипнул случайно сообщение Ну ладно Хм, я немного удивлен тем, что вы проиграли Вы пытаетесь уйти с опасного места Но лавина подсекает ваши ноги Снег подхватывает вас И словно пушинку сносит под ножью Короче, лавина реально случилась И вы потеряли здоровье Вы замечаете, что из снега торчит оружие Вашего недавнего противника Подойдя ближе, вы различаете И сжимающую его руку Остальное тело погребено в лавине Давайте его откопаем Невзирая на мороз Вы выкапываете супостат из ледяной могилы Отдышавшись, он говорит Вы спасли меня Хоть мы и враги по крови За это я вам искренне благодарен Да пребудет с вами мое благословение Добавляет плюс один К каждому из ваших бросков Во время гамбита с костями Так он же нам два благословения дал, нет? А, он дал одно благословение И два очка славы Ладно Осторожнее с тем, где ищете убежище Даже в самой свирепой шторм Бля Неожиданно с севера на вас обрушивается снежная буря Снег хлещет вам по лицу Словно осколки стекла И вы почти ничего не видите Вы пытаетесь найти укрытие Бля Восхождение становится все труднее Склоны горы Заметает свирепая пурга Вы ищете укрытие в пещере И изо всех сил пытаетесь избежать обморожения Гнусный запах рыбы и пота Дает вам понять, что рядом просыпается от спячки медведь Свирепый зверь скалит клыки И замахивается на вас огромной лапой Да ладно Вы бежите из пещеры Едва пережив жестокое нападение К счастью, пурга утихла Малаклипс ищет древесину для костра Потом говорит Это полезно Достаточно А, это полено достаточно сухое Мы можем устроить бивак здесь Вы можете зайти на бивак в любое время Между встречами На биваке можно принимать пищу Чтобы восстановить здоровье Или обменять снаряжение О Как он делается Биваки всегда даруют тебе тепло Но они меняются С каждым испытанием Будьте готовы Из снежных вихрей появляется фигура Это северянин Я пришел с миром Говорит он Я совершаю паломничество К верховной жрице И никому не желаю зла Не дожидаясь вашего разрешения Он садится рядом И греет руки у костра В молодости мне нравилась Одна воительница северянка Она мне чуть не отрубила голову Когда я попытался спеть ей сиренаду Малаклипс извлекает из людни Минорную ноту Молодо-зелено Да Просмотреть миссию Знаешь, я не думаю, что Понравлюсь верховной жрице Замечает Барт Вот ты совсем другое дело В руках меч, в сердце пламя чести Ты точно придешься по нраву Что мы можем поменять В нашем великолепном облике Но мне капюшоны не очень нравятся Поэтому О, так я могу и цвет менять Ничего себе Так, ну мы оставим вот этот Ладно, пусть так будет Сделали из него блондина Торговать А с кем можно торговать здесь Паломник делится с вами тем, что может Меч зимы А другого у меня ничего нету Ну хорошо, тогда не надо Вы приготовили еду Так, снимаемся Вы спите всю ночь Вы спите всю ночь Холодно и долго Утром вы собираете свои вещи И продолжаете восхождение на гору Ладно, хоть не ограбили нас С тех самых пор, как я вернулся в этот мир Кругом одни разочарования Скверно, позор, ужасы В головах людей А монстры во тьме Это всего лишь монстры Ржавая бритва Единственный трактир В Вественде Тихая гавань Среди бесчисленных опасностей Имперских окраин Трактирщик сидит Снаружи своего заведения С безропотным Смирением на лице Завидев вас Он подскакивает И его лицо Чуть не трескается От улыбки Наконец-то Хоть кто-то из гильдии Эти имперские солдаты Меня скоро разорят Не спрашивая Вашего согласия Трактирщик распахивает Двери И вталкивает вас внутрь Внутри определенно Монкируя службы Распевая тель Кучка имперских солдат Водушевленный Вашим появлением Трактирщик Прыгает за стол И кричит Прикрывая шум Вот вам лентяи Пьяницы дезертиры Гильдия расправит Гильдия распределителей Прислала сюда инспектора Сейчас Все Отправитесь на свои посты Город надо защищать Один из солдат Встает слегка покачиваясь У нас через 3 дня Смена заканчивается Возвращаемся К цивилизации Мы тут Не деремся Если конечно Никто Эльни Не зажимает Так ребята Отовсюду раздается Бурный вопли И стук Сталкивающихся Пивных кружек Так что Бери свой блестящий Значок мага И вали Что будете делать Ну давайте Пригрозим Вы грозно Предлагаете солдатам Отправиться на службу Если они не хотят Отправляться к лекарю Если они не хотят Отправиться к лекарю Ух ты Ты мне еще угрожать будешь Ворчит солдат Вставая Следом Встают его товарищи Классно Умещусь за одну Новая проба Они со щитами Дозорный Набранные из отбросов Общества И достигшие мелких Руководящих должностей Дозорные могут блокировать Атаки Значительно уменьшая Получаемый урон Чтобы пробить их защиту Используйте мощные удары Просто Встать Вы нужны Возьмите Возьмите Да не успел я Нормально Подрались неплохо Еще и слава Когда под вашими ударами Солдаты начинают валиться на землю Их предводитель кричит Хватит Пойдем на службу Пойдем Только черепа не кроите Заслуженная награда Не все еще храмы рассыпались в прах Как не жаль В храме божественного проведения Выдают благословение В обмен на скромные пожертвования Ну 6 золотых давайте Это что еще такое Получать 15 плюс 1 Жизнь за каждую карту Золото прибыль Благословение можно экипировать Одновременно В любых количествах Вы получаете плюс 2 пищи После каждого события Кости и гамбит Есть показатель максимальной жизни Меньше 150 Вы можете Сбросить карты Пища, прибыль Или снаряжение И получить Нет, ерунда какая-то Получите до 20 золота В начале новой карты Если у вас осталось Меньше 20 монет Блин, я случайно взял ее Бак Ладно Да, вы уходите С новым благословением И поныне можно встретить Немало странного Видите, как красиво Это растение Есть еще на свете Настоящие чудеса Обращайтесь с ними бережно Медленно пробираясь Через туман На вершине горы Вы обнаруживаете Дерево жуткого вида Похоже, эта зияющая пасть Запросто порвет вас на куске А у основания ствола Вы замечаете Какие-то необычные плоды Если что-то бросить Возможно, вам удастся Отвлечь пасть Чтобы попытаться Взять кусок плода Ммм Нам не нечего бросать Ммм Меньше зимы бросить Но Можно Для Так сказать Разнообразия Чтобы просто узнать Что нам это даст Ну давайте Да Вы бросаете в тварь Свой предмет Бич зимы А челюсти резко Смыкаются И предмет исчезает Однако вам удается Стащить один из плодов Плод невероятно вкусный Вы ощущаете Свежесть и прилив сил Ого Тварь скручивается Чтобы спрятать Оставшиеся плоды И вы уходите Ну Неплохо Ладно Самогра Отталкивает вас Внезапная снежная буря Замедляет Ваше восхождение На гору Фрейдис Ледяные ветра Пронзают вас Словно осколки стекла К ведьмам я отношусь терпимо Они хотя бы вступали В те потоки силы Что маги считают Родной обителью Так Священная варева Поднимаясь по снежному Склону горы Фрейдис Вы видите домик Из трубы которого Клубится И откидым Хрупкая старушка Сметающая снег С порога Машет вам рукой Чтобы вы вошли Мы направляемся К верховной жрице Чтобы доставить ей Важное послание Говорит Малаклипс К ней лучше не являться Без благословений Если хочешь Чтобы она тебя Встретила благосклонно У меня как раз Есть готовая порция Если на сей раз Получилось хорошо Вы можете отнести И моего варева Произносит старушка Помешивая зелье в котле Малаклипс Вежливо отказывается Я лично стараюсь Избегать незнакомой пищи Но вот тут есть Кое-что довольно-таки Но вот тут Есть кое-кто Довольно-таки Ненасытный Говорит он Подталкивая вас Вперед Ой я даже Не успел Посмотреть Дальний выстрел Выберите Ровно требуемое Количество А Наберите Ровно требуемое Количество В кости Гамбиты Чтобы вытащить Два снаряжения Ага Ровно требуемое Вы делаете Глоток ароматного Зелия И чувствуете Как тепло Развивается По вашему телу Похоже Этот рецепт Удачен Уверена Верховной Жрице Он понравится Вы благодарите Старушку И продолжаете Своё восхождение На гору Фредис Не обращая Внимания На начинающуюся Снежную бурю Опять Женщины хранят Эти горы Даже в худшие Из времён Чего Ну короче Да Пурга Неожиданно С севера На вас Обрушивается Снежная буря Снег лечит Вам по лицу Вы пытаетесь Найти укрытие Ну понятно И снова Можем к медведю Попасть Такая карта У нас уже была Блядь Восхождение Становится Всё труднее Склоны горы Заметает Свирепая Пурга Вы ищите Укрытие В пещере Изо всех сил Избегая Обморожения Вы слышите Приближающиеся Шуршащие Шаги Вые два Различаете Силуэты Угрожающих Фигур Ворвавшихся Ваше убежище Ух ты Один из них С кем Вы хотели бы Оказаться Они не из тех С кем Вы хотели бы Оказаться В замкнутом Пространстве Хуеть просто У них ещё И два дальнобойных Невероятно А у меня ещё Немеч Кусок говна Какой-то Против шестерых Вообще Вообще огонь Ловец В ледяных Пустошах Мало добычи Острый глаз Ловца Видит всё Ловцы Метают Охотничьи Капканы Которые Сковывают Их цели Используйте Уклонение Чтобы избежать Ловушек Или быстро Сменить направление Движения Чтобы освободиться Да Твою мать По две атаки Гады Он мне успел Раньше Щита ударить Миллисекунд Козлина Коронный Ему И шлем С него упал Чисто горка Из шлемов Небольшая Пурга утихает И злоумышленники Сбегают Малаклипса Ищет древесину Для костра Потом говорит Это полезно Это полено Достаточно сухое Мы можем устроить Бивак здесь Тихий паломник Северанин Появляется Из тьмы Так словно Он все это время Шел за вами И усаживается рядом Гора Фрайдис Очень кусача Говорит он Сухмылка Я люблю Ее Жесткие поцелуи Холодные объятия Еще один день Отличного восхождения 27 нам не хватит Вот это мы слышали Да что побить Пурга Да мать ее За ногу Да что за невезение Берсерки Ебануться Не у меня слов нет Берсерка Полной ярости И полной решимости Уничтожать Оружие берсерков Напитано Силой льда Которая замедляет Движение Атаки их врагов По три то Немного тебе бить Берсерки 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 Комбир Берсерки Блин, как тухо не случилось. Так, капец, я не успеваю уворачиваться. Не ото всех можно кувырками уйти, это проблема. Ну, золото это хорошо, пища тоже. Ну, все то же самое, короче. Ну, тот же самый текст, просто не вижу смысла его читать. Продолжите ли вы свой путь, несмотря на то, что сама природа пытается остановить вас? Я разрываюсь между своей ненавистью гномов и чувством безысходности, вызванными тем, что чем дальше империя, тем менее загадочным и волшебным становится мир. Вы вторглись на земли гномов, людишки, кричит кто-то, и тут же из деревьев вокруг вас спрыгивает десяток маленьких созданий. Нарушение границ карается смертью, молитесь своим богам. Да вы чё серьёзно, что ли, это ж тупо? Ой, давайте. Накажу вас так уж и быть, говорили. Риана охраняет свою территорию, если вы вторглись в их земли, пеняйте на себя. Они упорные, настырные и по ним трудно попасть. Гномы расставляют силки, не попадайтесь в них или пытайтесь вырваться. Гномов может остановить только добивающий удар. Охуительно. Ой. Это ещё что за? Хе-хе-хе-хе. Двоих сразу. Хе-хе-хе-хе-хе. Какие они тупые. Хе-хе-хе-хе. Побитые гномы поднимаются с поля боя и приближаются к вам с опаской. Ладно, нарушение границ больше не карается смертью, мы проведём переговоры. Хе-хе-хе. Нам нужно оружие, чтобы защищаться, громко объявляет гном. Отдай нам что-нибудь из снаряжения и мы тебя отпустим, даже заплатим сколько-нибудь. Я дам тебе еды за шлем, восклицает один из коротышек. Я поделюсь с тобой секретами этой земли за кольцо, встревает другой. Дай мне оружие, с которого я смогу обращаться и моему брату тоже. У нас есть золото, взывает к вам беззубый гном. Пытаясь переорать друг друга, гномы наперебой делают вам разнообразные предложения. Блин. У меня нет ничего стоящего. В атаках гномов проверяет вас с ног до головы, но осмотр лишь подтверждает сказанное вами, что-то бормоча и они уходят обратно в чащу. Монетка, нет! Вернись. Великолепная возможность между делом взять то, к чему лежит душа. В храме Божественного Провидения выдают благословение в обмен на скромные пожертвования наших монет. Так. Дает возможность переиграть любую игру случая. О, давайте. Мне бы это пораньше надо было взять. А то в пещеру два раза попасть это было супер тупо. Как же вовремя? Почему бы и нет? Да, меня это абсолютно устраивает. В восхождении становится все труднее. Склоны горы заметает свирепая пурга. Когда вы ищете укрытие в пещере и изо всех сил пытаетесь избежать обморожения. Когда, ой, ветры стихают, вы очищаете вход в пещеру от снега и видите, что темные тучи разошлись. Малаклипс ищет древесину для костра и... Ага. Отлично. Предлагает нам здесь сделать привал. Давайте сделаем. Опять паломник подходит, то же самое говорит. Ага, ясно. Ну, я бы не знал. Ага, ясно. Старые ведьмы. Они мне нравятся. Ну, я бы не знал. Я бы не стал им доверять. Но я не верю в них. Правда, не могу, говорит Малаклипс, хлопая себя по животу. Да вы охерели, что ли? Хе-хе, не-е-е-е. Это ещё что такое? Возвращение союзника. Спутик нуждается в оживлении перед началом каждой карты. Это на проклятие больше похоже. Вы делаете глоток ароматного зелья и чувствуете, как тело разливается... Как тепло разливается по вашему телу. Похоже, этот рецепт удачен. У Эрена Верховной Жрицы очень понравится. Вы благодарите старушку и продолжайте своё восхождение на гору Фредис, не обращая внимания на начинающуюся снежную бурю. Ох... Круто. Короче, что мы возьмём? Золото. Долгой жизни. Припасов нам должно хватить, мы их не будем просить. Долгой жизни добавит здоровья. А вот золото дело интересное. Давай, золото. Смертным всегда золота мало, но если ты так хочешь, её старческий голос запинается, словно им давно не пользовались. Неплохо. Всего десять монет. О, у вашего спутника своя история. Интересно, это история о герое или злодеи? Вы приходите на городской рынок, чтобы встретиться там с товарищем Малаклипс. А, во, тогда у нас денег не было. Вы видите, что он сидит на одеяле. Трудно понять, гоблин это человек. Тыры-пыры. Сначала деньги. Так. Ну, просто мы это читали, поэтому я как бы повторно не прогоняю это. Вот. Дать гоблина человеку десять золотых. Пока Мурк считает монеты, Малаклипса выходит вперёд. Мурк, старина. Украдкой оглядевшись, Барт быстро показывает рукой на плечо. Мне нужна помощь с кое-какой болезнью. Мурк, изучающий, смотрит на Малаклипса. Такие сведения стоят больше, чем несколько монет. Вы давитесь от негодования. Мне нужно проверить его умения. Он поворачивается и указывает на вас. Выбери цветок и съешь, говорит цветочник, указывая на свой скудный ассортимент. Малаклип скивает, словно это вполне разумная просьба. Маргаритка, незабудка, ярко-фиолетовый цветок. Ну, пусть будет ярко-фиолетовый цветок. Цветок хрустящий отдаёт горелым. Ох, много. Ура. Ух ты. Вот это да. Отлично. Вы продолжаете меня впечатлять. Мурк внимательно следит, как вы начинаете задыхаться. Малаклипс же выражает беспокойство. Глаза у вас выпучиваются и слезятся. Вдруг кто-то начинает сильно хлопать вас по спине. Вы кашляете и изо рта у вас вылетает твёрдый кусок, золотая статуэтка Мурка. Что? Малаклипс вам аплодирует, а вы стараетесь отдышаться. Мурк кивает довольным результатом. Он жестом подзывает Малаклипса. Изо всех наших кто-то, кто остался тебе нужен, Айра из долины. Может, есть что-то известно о лекарстве. Насколько я знаю, она прячется в подземье. Узнаем же, какая глава следующей истории у нашего Барда. О нет, только не она стонет, Малаклипс нервно разглаживая шейный платок. Засоленный... А, засаленный полугоблин маниакально хихикает. Именно она, небось, сгложет твои косточки, слова даже не сказав. А теперь прошу извинить дела. С этими словами товарищ Малаклипса разворачивается и швыряет букет в оторопевшего прохожего. Цветы, свежие цветы, покупайте цветы. А то глаза выпьем. Да. Даже самая земля может неожиданно уйти из-под ваших ног. Жизнь полна сюрпризов. На высокой горе сквозь Юго виднеет фигура человека. А, ну это у нас уже было, да, всё. Ну вот, потом нужно будет от Югио вернуться. Ну, мы вот в прошлый раз пропустили случайно часть истории. Сейчас мы, надеюсь, не допустим такой дурацкой ошибки. Кто дарит venture? Ставь мастер Балаклипс! Иртисистент! Балаклипс! 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 Блин, как он вообще увернулся То он не уворачивается, то он на него прыгает И умудряется увернуться Вот, сейчас он нас задел Мы на него прыгнули Такое ощущение, что когда он выбирает красную атаку То от красной атаки мы в любую сторону можем увернуться А от зеленой там уже нужно совсем в другую сторону Зеленую только щитом нужно поверивать От нее укатиться достаточно тяжело Ну давайте попробуем Ваше оружие лязгает в последний раз И на снегу образуется трещина с глухим рока Там снежный оползень набирает скорость Превращаясь во внушительную лавину Несущуюся прямиком на вас Отлично Бросаясь в бок, вы видите, как снег сметает деревья и все прочее на своем пути Вы замечаете, что снега торчит оружие Ну давайте откопаем его Ваши воспоминания полны конфликтов и хаосом Но временами и в них проскакивает что-то простое и душевное Вы накатываетесь на деревянную тележку Круженную грушами, пирожками и прочим добром Из тележки доносится чудесный аромат Малоклип скачает головой Эх, честер, честер Вот почему не нужно поддаваться уловкам женщин-душам за два гроша Они разбивают тебе сердце А потом только и можешь что продавать лимонные пирожки безо всякой выгоды Старый фермер зазывает пирожками к своему прилавку Пирожки, кулебяки и диковинные фрукты Так, пирожки Он достает вам из латка яблочный пирожок, болитый карамелью Сегодня я раздавал пирожки просто так, видать, из-за солнца Он какое-то время размышляет над оставшимися пирожками И наконец назначает цену Ух ты Много ты хочешь Нормально, давай Там все равно все до невезения Я не видел нормальных карт Что за диковинные фрукты Честер протягивает вам мешочек каких-то камешков Он утверждает, что это фрукты из пустынных краев И убеждает вас их попробовать Вы раскусываете камешек Внутри он мягкий, губчатый и пахнет ежевикой Честер глядит на диковинные фрукты с улыбкой Словно вспоминая о чем-то приятном Наконец называет цену Набрали еды вообще до жопы Так, ну а кулебяки давайте посмотрим Он достает вам из лотка кулебяку с чесноком и сыром Опять еда Кулебяки, как всегда, продавались сегодня хорошо Честер раздумывает, глядя на копилку с монетами Сумасшедшее количество еды набрали 44 единицы безумия Ммм, потрясающе, почему бы и нет Но даже бесполезно увидеть что-то Отлично меня устраивает Я полностью восстановлю здоровье У меня еды вообще дохера Ну не полностью, следующим ходом Потому что тоже получится восстановить Все нормально, более чем хватит Настало время противостояния Готовы ли вы встретиться с жрицей этого народа И заключить сделку О которой просит империя Или же вы сбежите Ветер разгоняет темные тучи И вы видите шпиль дома церемоний Возвышающийся на пике Вы продолжаете свой путь сквозь снега И подходите к деревянному строению Украшенному военными трофеями Вы входите в большой зал со скрипом Распахиваете огромные двери В противоположной стене Появляется великанша в бархатном платье В сопровождении налетчиков Малаклипс низко кланяется Нас прислали обсудить перемирие Между империей и севером Миледи Итак, они написали А, они прислали ко мне красноречивого дьявола И его наемника Ухмыляется она Надеюсь, что твое приношение окажется достойным Вы склоняете колено перед греховной жрицей Твоего подношения будет достаточно Говорит великанша Но если ты хочешь, чтобы я согласилась На условия империи Тебе придется победить моего защитника А, о, о Вы мне предлагаете вот этим куском говна драться Против кого мне дадут уже использовать дручное оружие? Ну я тут просто как бы проиграть реально боюсь Если я там буду размахивать своей дручной балдой Мне же их парировать надо еще О, безданутся, как вас много Персерк-защитник Свирепый, верный и безжалостный защитник верховной жрица Оружие персерков напитно силой льда Которое замедляет движения и атаки их врагов Охуительно Почему они всегда встают и готовят к льду? Ты, 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 ты Вот, то есть я даже когда на него кувыркаюсь, я умудряюсь А, то есть я его ожилил сейчас Ну сам чуть не отъехал Да блин, не то Фух, блин Ах, зараза Он был вообще неужарен сложно. Он прям вот, не знаю, как бык носился. Прям очень предсказуемо. Хвалю тебя. Теперь выслушай мои условия. Верховный жрица, женщина огромного роста, укутанная в меха и ярость. Она встает. Север никогда не подчинится империи. Кровь за кровь за... Кровь за кровь? Кровь за кровь. Окей. Вот мои условия, мелюзга. Пусть ваши повелители знают об этом и дрожат. Услышав это, вы спускаетесь с горы, чтобы передать сообщение генералу Бранстому. Мандам. То есть она заставила его убить и такая, типа, теперь я буду мстить. Молод Смирения. Кредо Берсерка. Гаситель. Первые кольца у нас начинают появляться. Так. Земное солнцестояние. Горящее здание. Молитва в храме. Картограф. Пища. Топор воина. Меч солдата. За полученные благосклонности жрицы. Кольцо темной рощи и некое светилище. Цветная карта. Ничего себе. Еще и светится. за вытворение незваных гостей с ржавой бритвы. Знакомый трактирщик. За то, что убедили Мурка помочь Малоклипсу. Подземья. В раскладе испытаний появилось новое испытание. Маркетолог. Хе-хе-хе. Ну что ж, на этом мы тогда закончим и продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!